Здравствуйте! Давайте попробуем добавить к нашим представлениям и высказываниям, в которые мы научились переводить фразы русского языка, а также отличать высказывания от невысказываний, просто каких-то предложений, немножко анализа тех самых русскоязычных конструкций. Давайте поймем, что означают в смысле математики союзы и и или. Давайте рассмотрим весьма жизненную ситуацию. Четыре молодых пирата Арчи, Бен, Билли и Гвен отправились закапывать клад. Приплыли на остров, взяли старую пальму, каждый из них запомнил, что нужно пройти 100 футов на север и 100 футов на запад, и закопали там сундук. После этого, спустя много лет, четыре старых пирата вернулись на этот остров. На удивление, пальма сохранилась. Также удивительно, что все четыре пирата пережили года разбоев и купитежей. Но, к сожалению, плохой режим, не слишком здоровый образ жизни, плохо сказались на их памяти, поэтому каждый запомнил описание поиска клада по-своему. Арчи считает, что нужно отступить на 30 футов на запад и на 120 футов на север. Бен считает, что нужно отступить на 100 футов на запад и на 120 футов на север. Билли считает, что нужно отступить на 30 футов на запад и 100 футов на север. Ну и, наконец, Глент считает, что нужно отступить 100 футов на запад и 100 футов на север. Каждый из них отправился рыть свою собственную яму по своему алгоритму. Ну и давайте пока предоставим пиратам копать и подумаем, что же у нас здесь такое получилось с точки зрения математики и операции над высказыванием. Ну, воспоминания пиратов, давайте их оценивать. Ну, допустим, у Арчи воспоминания где-то на 2 с точки зрения школьного учителя, он не вспомнил ничего. У Бена и у Билли все немножко получше, он вспомнил часть информации, и первый, и второй. Ну и, наконец, Глент молодец, он все вспомнил правильно. То есть учитель бы поставил первым из наших пиратов 2, двум следующим 3, ну, что-то помнят, что помнят, не понимают. Ну, и, наконец, последнего пирата он бы поставил 5. Все отлично, все вспомнил. Возникает вопрос. Вот с точки зрения высказывания. Мы должны действовать как школьные учителя или как клад? Как вопрос, обогащен он пират или нет? Удастся ему клад найти или нет? Этот вопрос отвечает наше понимание того, что такое высказывание. Высказывание это, напоминаю, предложение, которое может быть либо истинно, либо ложно. Соответственно, клад может быть либо найден, либо не найден. Поэтому, разумеется, подход школьного учителя здесь не вполне корректен. Более того, если мы внимательно посмотрим на их описание поиска клада, мы прекрасно можем понять или заметить, если кому как ближе, что на самом деле у нас есть два высказывания, связанных с союзом И. Соответственно, мы найдем клад в случае, если оба высказывания, которые связывают союз И, истинны, и не найдем клад во всем других случаях. Иными словами, два высказывания, связанных с союзом И, являются истинными, если истинны каждая из них, и ложным во всех других случаях. Более того, данную зависимость можно записать в виде таблицы. Представим себе одно высказывание как букву А, второе высказывание как букву Б, соответственно, первое и второе высказывание представим как А и Б. Дальше истинность высказывания обозначим буквой И, а ложность буквой Л. Тогда получится вот такая таблица, которую вы сейчас наблюдаете. Вспомним, что я вам говорил, нетрудно в этом убедиться. Давайте теперь попробуем осознать вот эти вот воспоминания пиратов, как шкалируется по этой нашей таблице. Ну, например, воспоминания Арчи. Ну, видно, что это последняя строчка. Он вспомнил все неправильно. Воспоминания Бена – второе, воспоминания Билли – третье. Гленн – молодец, все вспомнил правильно. Первая строчка. Соответственно, можем ли мы поговорить про высказывания и их истинность и ложность на примере чего-то несвязанного с пиратами? Ну, безусловно. Давайте посмотрим, какое из следующих высказываний верно, а какое – ложно. Утка умеет плавать и летать. Ну что же, утка действительно умеет и то, и другое. Таким образом, у нас союз И объединяет два истинных высказывания, и получается истинное высказывание. Все хорошо. Курица умеет плавать и летать. Ну, боюсь, что курица не умеет плавать. Более того, курица, к сожалению, не умеет также летать. Соответственно, получается, что союз И объединяет два ложных высказывания, и результат получается ложный. Камбала, кто не знает, это такая рыба, безусловно, умеет плавать, но, к сожалению, совершенно не умеет летать. Соответственно, получается, что истинное высказывание и ложное высказывание дают нам ложное высказывание, к сожалению. Более того, мы можем проиллюстрировать все эти наши рассуждения с помощью кругов Эйлера, которыми мы с вами некоторое время назад занимались. Например, мы можем внутрь одного круга поместить всех животных, которые умеют плавать, внутрь второго – всех, кто умеет летать. И получится, что в объединении этих кругов содержатся животные, которые умеют либо плавать, либо летать, либо то и другое вместе. В пересечении содержатся животные, которые умеют и плавать, и летать, а снаружи и того, и другого круга одновременно находятся животные, которые не умеют ни того, ни другое. В частности, злополучная курица. Но не будем надолго оставлять наших пиратов. Давайте вернемся на наш остров и посмотрим, чем же они там занимаются. Клад еще не найден. Три пирата продолжают копать, азартно так, весело. А один пират Арчи, он самый сильный из них, и уже обнаружил, что выкопав гигантскую яму, клада нет. Он сел и начал задумываться, что же не так. Получается, что вспомнил он неверно. То есть, его высказывание, а именно, что клад следует искать в 30 футах к западу и в 120 фунтах к северу, ложно. Иными словами, либо он промахнулся с указанием на запад, либо промахнулся с указанием на север, либо и с тем, и с другим. Давайте скажем это более аккуратно и посмотрим на эту ситуацию. Если говорить точно, то либо ложно первая часть высказывания, либо ложно вторая часть высказывания, либо ложно и то, и другое вместе. Математики стараются избегать излишне громоздких конструкций, и обычно конструкцию либо А, либо Б, либо и то, и другое, заменяют просто союзом или. То есть, А или Б. При этом надо понимать, что это не совсем то или, к которому мы привыкли в русском языке. Дело в том, что в русском языке или может иметь разное значение. Представьте, что вы пришли на какую-нибудь гостиницу, и там написано, что каждый член персонала говорит на русском или на английском языке. Нам никто не обещает, что не найдется какого-нибудь, скажем, управляющего, который говорит и на том языке, и на другом одновременно. При этом, если висит объявление «Заполните, пожалуйста, анкету на английском или на русском языке», то я думаю, что большинство заполнит анкету на каком-нибудь одном языке, которым он лучше владеет. Таким образом, получается, что на самом деле имеется в виду либо на русском, либо на английском языке. Давайте посмотрим. Если у нас используется или в математической точке зрения, то утверждение является истинным, когда хотя бы одно из утверждений А и Б, которых связывает союз или, истинно и ложно в ином случае. Вот соответствующая таблица истинности. Если же у нас имеется в виду либо А, либо Б, то вы можете заметить, как таблица истинности изменилась. Давайте теперь изучим истинность или ложность в следующих нескольких высказываниях, связанных с использованием «либо-либо» или же «или». Ну что же, береза – это куст или дерево. Ну что же, береза, похоже, дерево, значит, хотя бы одно из высказываний истинно, и все высказывание истинно. Береза – либо куст, либо дерево. Действительно, береза – именно дерево. То, что это куст неверно, значит, получается, что данное высказывание снова истинно. Собака – это животное или камбала – это рыба. Ну что же, собака – действительно животное, камбала – действительно рыба. Два истинных высказывания связаны союзом «или» – значит, высказывание истинно. Либо собака – животное, либо камбала – это рыба. К сожалению, при таком выборе мы вынуждены утверждать, что высказывание ложно. Дело в том, что «либо-либо» связывает у нас два истинных высказывания, что, к сожалению, не приводит нас к истинному результату. Наконец, собака – это птица или рыба. Собака, как мы знаем, не птица и не рыба. Получается, что связано два ложных высказывания, и тем самым высказывание ложно. Либо собака – птица, либо собака – рыба. Опять-таки, два ложных высказывания связаны «либо-либо» – получается ложное высказывание. Хорошо. Так что же наши пираты? Клад пока не найден, но уже ясно, как изучать истинность или ложность высказываний «А» и «Б», «А» или «Б». Что же мы можем получить какую-то пользу от пиратов или уже пора их оставить? Ну что ж, мы можем получить пользу. Например, мы можем научиться строить отрицание к этим высказываниям. На самом деле, отрицание к высказыванию «Арчи» мы уже построили. Давайте теперь его изучим. Высказывание, напоминаю, заключалось в том, что, чтобы найти клад, нужно от старой пальмы пройти 30 футов на запад и 120 футов на север. Наше построенное высказывание выглядит как. Чтобы найти клад от старой пальмы, нужно пройти не на 30 футов на запад или не на 120 футов на север. Таким образом, чтобы построить отрицание к высказыванию, связывающее два высказывания, связанных с союзом «И», то получается, что нам необходимо взять отрицание каждого из высказываний и заменить «И» на «ИЛЬ». Опять-таки, если нам нужно взять отрицание к высказыванию, состоящему из двух высказываний, связанных с союзом «ИЛЬ», то нам опять-таки придется перейти к отрицаниям и того, и другого высказывания и связать их на этот раз с союзом «И». Последние два высказывания называются законами де Моргана, но не стоит считать их связанными с знаменитым флебустиером Генри Морганом. Они имеют отношение всего лишь к живущим два века спустя к шотландскому математику Агастесу Моргану. Ну что же, давайте потренируемся в нашем вновь обретенном знании и попытаемся построить отрицание к высказываниям Бена, Билли и Глена. Обратим внимание на то, что отрицание к ложному высказыванию станет истинным, а отрицание к истинному высказыванию – ложным. Давайте составим отрицание к высказыванию Бена. Клад находится от пальмы не в 100 футах к западу или не в 120 футах север. Высказывание Билли станет следующим. Клад находится от пальмы не в 30 футах к западу или не в 100 футах северу. И, наконец, высказывание Глена превратится в следующее. Клад находится от пальмы не в 100 футах к западу или не в 100 футах к северу. Давайте теперь попробуем позаменять высказывание на противоположное. Но с ветром худо и в трюме тече. С ветром все хорошо или трюм не чечет. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Бог или дьявол помогут ему спасти свои суда. Случится штиль или просто вечер встречный? Не случилось ни штиля, ни встречного ветра. И, наконец, вода и ветер сегодня злые. И зол, как черт, капитан. Можно спокойно перевести к следующему высказыванию. Хотя бы один из трех. Вода, ветер, капитан сегодня добрые. Вот, пожалуй, и все, чему стоило поучиться у пиратов. Больше возвращаться на остров незачем. Глент скоро найдет клад, и там начнется такое, что не стоит видеть детям до 18. Но взрослым, впрочем, тоже не стоит на это смотреть. Мы сегодня с вами выяснили, как стоит относиться к тем или другим лингвистическим конструкциям. Более того, как строить к ним отрицания.